Здравствуйте, Игнатьев Игнатьев. Добрый день. Меня зовут Владимир Оперман. Я из Литвы. Хотел бы с вами пообщаться насчет крещения. Сам я родом из Казахстана, из казахстанских немцев. Мама моя, мама у меня старообрядца. Сам я католик, крестился католиком, когда женился в 23 года, небоопрещенный. Ну, веры тогда тоже не было у меня такой. Просто жена захотела, она католичка, но так получилось. Теперь, когда я пришел к вере уже с 2013 года, и вот хочу перейти в православие. И вот и долго искал, к кому обратиться, посоветоваться. И вот уже в течение полугода я смотрю ваши видеоролики. Ну, как бы от меня интересуют вопросы крещения, я хочу приехать к вам креститься. Вы знаете, что у нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Я не против. Все, дальше... Так, у нас крещение 12 июля будет. Да, ну да. Вы знаете это, да? Да, я просматриваю ваши ролики, я знаю. Вот я и поэтому и звоню с вами, хочу поговорить по счету крещения. Приехать. Потому что здесь я тоже ходил по нашему Венесию. Они говорят, ничего не надо, просто переходишь и уже по православному. А как такого крещения, как вы говорите, его и не было, получается. Мы в прошлом году были в Литве. Были, да. В 14-м году в Клайпеде. У нас машина поломалась Швецией, пришлось переплывать там и на Калининград. Мне известна эта страна. Я когда-то жил в Латвии, а в Литве наш корабль ремонтировался в Клайпеде. Там ремонтный, судоремонтный завод или что там есть. Там мы были. Ну, зачем дело-то стало? Вы все знаете. Вас чему учить-то надо? Вы наш форум-сайт знаете? Да, да, я там зарегистрировал. Ну, там все есть. По папкам, 55 папок на сайте. По любому вопросу, о крещении. Вы на чем думали ехать? Ну, если бы с кем было, так мог бы и машиной. Ну, наверное, самолетом придется все-таки. 400 тысяч километров. Ну, да. Мы-то специально, у нас соль большая, миссионерская поездка. Мы на своей машине. То вам придется делать пересадку в Москве? Да. Да, или с Риги садиться лететь, или же можно с Вильнюсом. Ну, это уже две пересадки. Я смотрю. А вы маршрут свой хорошенько все разузнайте. Я пока еще в городе. Потому что летом я буду с детским лагерем. И непонятно, что у нас будет нынче. Придется, нет, мне ехать нынче. До того не могу. У меня операция на позвоночнике была. А в прошлом году машина сломалась. И главный груз остался в контейнер в Калужской области. Мы должны были пройти до севера, еще примерно 120 городов посетить. И поэтому наша поездка до Португалии, мы нормально дошли. Скандинавию. А здесь у нас большая остановка была. Мотор сломался. И поэтому нынче все уже перегадали, переговорили. Никак. Посылают только меня. Потому что автор книг я. И мы едем книги, развозим по библиотекам. Встреча с людьми, беседы. Так что вы сейчас все разузнайте хорошенько. И тут под скайпом, или как, в моем мире можете страничку завести. Мне там удобнее сообщаться. Мой мир. Да, я зарегистрировался. Попросите, друзья, чтобы я вас узнал, что видно было, что. Бороду никак не трогайте, не задевайте. Нет, ну там еще фотография без бороды у меня есть. Я зарегистрировался. Но это можно сделать. Сделаем это. Не проблема. Мы никому не отказываем. Но только надо, чтобы человек был готов. Знал, куда он идет. Я серьезно настроен. Потому что я уже хотел раньше перейти. Но когда нашел ваши ролики, действительно, я опять остановился. Почти каждый день я смотрю ваши видеоролики. Мне очень интересно. И мне уже то, что раньше я смотрел, как вы говорите, все для Родину перемыл. Пока он до вас не дошел. Значит, вы пользу находите от наших видеороликов? Конечно. И я очень много мне вопросов разрешил. Особенно в этой книге «Откровение». У вас есть толкование. Я смотрел, открывал через интернет. Очень много все понял, короче. И хочу крестить. Потому что я не могу. Я звонил даже в Белоруссию и искал таких священников, которые могли бы меня, получается, перекрестить, как они говорят. Нет, нет согласия. Здесь в Литве ездил тоже, спрашивал. Говорит, это как бы я крещу. Так, под этим видеороликом, вот под этим, я поставлю еще материал о крещении. Вы еще раз все пересчитайте. Без этого нет входа в Царство Небесное. Люди-то не понимают, что искажения в церкви громадные просто. Даже не выскажешь, какие. Приходят, деньги, дай тебе ладошкой по голове. Мы замочились, что к чему, непонятно. Человек должен три условия выполнить при крещении. Вот сегодня. Это хорошо знать по Евангелию смысл спасения, смысл крещения. Второе. Руками священника законного трижды должен быть погружен и бесплатно. Сегодня все три условия нарушаются. Но от нас это не зависело. И мы поэтому... Я много лет ввел занятия в университетах разных. Тогда больше было возможностей. А сейчас как-то везде вся эта церковь патриархийная-то наседает. У меня было три радиопрограммы. Везде говорил, народ валом просто шел. А сегодня люди идут туда. А при том мы всех направляем в патриархию. Вещь неслыханная. Они против, а я туда направляю их. Это никому не понятно как. Потому что это церковь. Истина. А служители истину исказили. Но надо работать. Христос видел, какие там вокруг книжники парисеи. Но он не отсылал их к хананеям. Он говорит, иди покажи священнику. А они его распинать будут. Тут надо понять, что к чему. Ты делаешь для Бога. И поэтому страданиям нам дано не только веровать, но и страдать. А раз нам дано страдать, вопрос уже и снят. Не надо удивляться. Господь нас очищает, приготовляет к встрече с Собою. Эта жизнь дана для подготовки, чтобы получить Царство Небесное. А если веры в будущее нет, зачем? Живи, пей, ешь, завтра умрешь. Такой лозунг тоже есть. Да, это моя прошлая жизнь. А неужто действительно католики никто не спасется так, если у них такое крещение? И как давно они перестали полным погружением на крестину? А вы спросите католиков, а когда они перестали крестить? Это еще раньше? Крестили-то одинаково все до 1054 года. А потом вот это стало такое-то, вошло при них они, 1656 год, там 66, 16 век. Вот отсюда все это и пошло. А там богохульник этот Петр Первый, антихрист, пришел. Тот вообще исказил все, чтобы на исповеди, что было сказано, касающейся целостности государства. Вроде политзаключенный какой-то или замысел против государства. Он обязан открыть исповедь, сказать жандармам. Ну и народ вообще перестали ходить. Видите как? Ну в любой обстановке можно работать, можно трудиться. Что бы ни было. Просто посмотри вокруг и никогда не жди, что лучше будет. А скажи, вот это мне как раз. И чем труднее, тем выше награда будет. Перед Богом это все. А раз перед Богом, поэтому я знаю, что Он помогает. Он дал мне канал связи с Ним, молитва. Молитвы нету, и поэтому человек глупеет, дурнеет, идет куда попало. Все от Бога. Наша молитва-то она ничего не значит. Она просто открывает двери благодати Божией, потому что мы просим. И люди это понимают, что... Я вот верующий встречается, я говорю, тебя последний раз когда просили помочь? Помочь? А что? Он думает, на машине подвезти? Нет. Помочь духовно, связаться с Богом, и чтобы получить помощь, защиту. А почему даже? А я только сейчас. Вот ты сейчас в храм, мы сейчас в храм идем. Только сейчас позвонили уже из Бельгии, перелетают в Грецию и просят позвонить. У меня со всего мира отовсюду звонят люди. А как это? Как узнали? Ну, как-то узнали, так Бог положил на сердце. Этим надо жить. Почему Давид говорит семикратно в день, прославляю тебя за суды правды твоей. Ты молись, а остальное Бог так устроит, смиряйся. Ты знаешь, что тебя омыл кровью Спаситель Христос. Он омыл жертвой своей у нас, Голговской. И нам остается только согласиться и верить. Неверующий Богу представляет его лживым. Сегодня много разных сект. Они умничают, высокоумничают. А посмотришь, ничего нет. И все они разные. Одно место понимают неправильно, надо уже две секты, а их больше уже 20 тысяч. А церковь одна. Когда начинаешь говорить, он хорохорится, начинаешь говорить, он ни одного места Писания не знает, что объяснить. Я спасен. Сегодня самое опасное, то, что он спасен, думает. А он не спасен. Павел говорит, мы спасены в надежде, надежде. Многие потерпели кораблекрушение в вере, будучи верующими. Они потерпели кораблекрушение, это что? Это буря разбила, и он потонул. Они ничего не понимают. Нужно подсказать им. Это не ваша мама там? Моя, ну, у нее старческий склероз, ей 85 лет, она уже верующий человек, но сейчас уже участвует. А вот вы сюда полетите, как она одна там дома-то? У меня семья, у меня трое детей, жена. Вопросы у вас еще какие-то есть по жизни, по Писанию? Ну, по Писанию так я больше смотрю ролики. Ну, вот такой интересный вопрос, но я не знаю, может, я не допнимаю. Я, вот, как говорится, сначала, изначально была одна церковь, а, опять же, рукоположение было на пять церквей, как вы говорите. Вот тут разница. Одна церковь и, опять же, пять церквей. Вот как тут? По-разному люди говорят. Вот как одна рука, а пять пальцев. Как это может быть? Если они все вместе, то это ласта, получается, там, у моржа или у кого-то. Я уже по-своему объясняю, как это может быть, откуда мы можем знать. Вот Господь их избрал Авраам, Авраам один. Дальше рождается Исаак, Исаак один. Дальше рождается от Исаака Иаков и Исаак. И Бог говорит, Иакова я возлюбил в утробе матери, а Исаава возненавидел. Еще ни о каком Израиле речи нет. И спросить, а как дальше будет развиваться это избранное племя, никто не знает. И вдруг у Иакова две жены, две наложницы, двенадцать сыновей. И Господь говорит, от них народятся, что и как будет. И вот двенадцать колен. А тебе, говорит, имя не Яков будет, а Израиль. Вот это-то Израиль и теперь пошло. Видите, как история внезапно меняет название. А история-то идет вся вокруг еврейского народа. Это люди, которые злятся на евреев, это люди ничего не понимают. Это избранный народ, это у Бога назначено. Ни литовцы, ни русские, евреи. А почему? Не надо спрашивать, почему. Бог так сделал. Я вот занимаюсь птицами, у меня голубятни. Я, кажется, более глупой птицы не знаю. До того она глупая, эта птица. Но Бог избрал голубя из всех птиц. Голубицу? Избрал ее? Почему избрал? А почему? Бог делает. Сколько зверей есть, лев, какой сильный, тур, бык, бизон. А Бог избрал опцу. Самое глупое животное. Моя вещь как пасли с детства, я знаю. Глупое-глупое. Лошадь умница такая. Она может по интеллекту с собакой соперничать. Но Бог избрал не собаку, не лошадь, а опцу. И говорит, вот агнест Божий берет на себя грех мира. Дух святой в виде голубя. Нам надо только сказать, это именно так. А что этот народ, обманщик, он пошел ложным путем. Но остаток Израиля спасется. Самое непригодное дело будет, когда ты не поймешь этого, человек, я не к вам говорю, а просто, когда человек начинает клясть, а евреи, проклятая, там, сатана избранная, такие богохульные слова говорят. Это богоизбранный народ, и он, в конце концов, придет к тому, к чему Бог не назначал. Один будет всемирный владыка над всем миром. Антихрист. Сядет в Иерусалимском храме, из колена данного. Это будет. А потом остаток Израиля спасется. Это мировая история, она уже разнаряжена, проекция уже идет на землю. И нам надо только соглашаться и благодарить. Сейчас весна, за весной лето, потом осень, зима, и опять дальше. Утро, вечер, ничего нельзя изменить. Нельзя. Я был маленький, стал большой, вырос, а теперь борода седая уже. И что, это Бог так назначил. И надо выполнить назначение. Что? Смирение. Да будет воля твоя. Вот наивлавнейшее во всем. Смириться перед волей Божьей, познать ее. Выпросить у Бога милость. А как поступить? Вот не знаю я, я не знаю. Вот меня просят, иногда люди переезжают. Разные-разные. Одинокие, семейные. Вот сегодня только мы одного встретили. Вот. Как правильно-то? Не знаю я. Я буду молиться, а ты спроси у Бога, что тебе на сердце положило. Дальше место Писания Бог открывает. Пойди, возьми к священнику, посоветуйся. Я на себя ничего не беру. У меня нету, я не пророк. У меня нет никакой грамоты духовной. Я просто молюсь и внимательно слушаю, что мне Господь скажет. Я люблю Слово Его. Вот только и все. Ничего я, никто, никакой. Но я очень люблю моего Господа и Святую Библию. И поэтому Слово это имеет особую силу, когда говоришь. Почему? Это Божье Слово. Божье. И к Нему человек, даже не желающий, он будет прислушиваться. Оно как лава огненная. Как огонь, разлитый внутри, будет идти. Вот вы, никогда бы я вас не знал, Владимир какой-то там с Литвы. А видите, как Бог делает. Моя родина, Северный Казахстан, есть такая река Ишин, с села Крещенкова. Вот я с той стороны. Вот так. А здесь мама отсюда родом бложит. В Белоруссии. А здесь окраина Белоруссии и Литвы, где мы живем сейчас. Мы были в Белоруссии. В прошлом году были мы в Латвии, в Риге. Там в их национальной библиотеке я подарил все 38 своих книг. У меня вышли из печати мои книги. Мы подарили там. Книги не оставляли? Мы где могли, там везде оставили. У нас с Литвой, я не знаю, через Литву мы через кого-то там оставили. Потому что мы там потеряли много времени. Мы должны были в график войти, потому что у нас шенгенская зона. Представьте, до Португалии пройти через Турцию. А запустили позже, там открывали визу на Англию, Великобританию. Это сильно, уже почти неделю они похитили. Мы страшно спешили. Иначе, если мы не выйдем вовремя, тогда нам на будущее будет закрыто везде. Но мы вовремя вышли. Бог милостивый. Вот так. Ясно. Ну вот, мне теперь что, надо начинать ходить в православную церковь? Обязательно. Я ходил в костел. Только так. А почему оно так было? Как они так сумели? Что вот с крещением так исказили? Нам это не надо даже рассматривать. Главное, что исказили. Написано об этом, что крещение – это погружение. Если его нету, то ничего и нету. Это завершающий этап рождения свыше. Первая – это ступень признать себя погибшим грешником. Второе – поверить, что за тебя умер Христос, взял грехи мира на себя. И третье – от воды и духа. Руками законного священника полное троекратное погружение. Пятьдесятое правило апостольское. И все. А они там будут говорить, там кто-то… Это не надо смотреть, потому что каждый отвечает за свои слова. Он говорит, он за это ответит. Мне зачем об этом беспокоиться? Я ему сказал, он не принимает. А почему другие не церкви? Не церкви, потому что нет рукоположенных епископов от апостольских времен. А они не церковь. Католики – церковь со множеством искажений. Католики – церковь. Православие, Григория и Армяна, Копты и Сирийцы. Все, вот пять, больше нету. А почему не шесть? Почему не четыре? Я спрошу, было двенадцать апостолов. А почему Евангелия только четыре? Ну, что, Фома не умел писать? Почему Евангелия Петра нету? Верховный апостол, а Евангелия нету. Ну, считается, что Евангелие от Марка, он его ученик был, как бы он говорил. Ну, Марк написал. И надо только научиться быть внимательным к тому, что делает Бог. Так сказал Господь. И на этом вопрос решен. Мне не надо вникать в это. Вот начинают часто спрашивать. Ну, а почему вот именно так? Вот на Украине мы, родные братья русские, и так такое есть. Не знаю я. Я знаю только там, что каждый получает свое. У них все секты там собрались со всего мира. Это громадная помойка. Это шабаш бесовский. Все секты, какие только есть. И при том, когда уже у них там гей-парады, садомиты, запрещено было. А милиция хватала и тащила православных. А теперь эту, которая у них была в Беркуте, который православных хватал, теперь его били, убивали там и все. То есть у Бога вымерено все. И надо только сказать, ты благословен Господь, и не удерживай меч его от крови. Это его меч. Он оставляет. Нигде не подавай голос на худой стороне. Надо внимательно смотреть. Вот сейчас горит все за Байкалье. Там сколько сел сгорело. Ну и тоже спрашивают, ну а почему? Я не знаю почему. Ну а аналог мы должны посмотреть в Священном Писании. Мы проехали все-таки, вот представьте, где находка находится. Владивосток. Японское море. Мы оттуда и вот так вот, Благовещенково, вот так вот мы ехали. Это все во все окрестные города, районные центры заезжали. Я везде дарил и дарил свои книги, по 38 книг. Мы знаем обстановку, ночуем. Вся страна это огромная помойка. Страшно просто. Куда бы ни съехал, лесополоса, лес. Везде бутылки, бутылки, что-то там, стромота такая. Я знаю, что эту землю Бог отдаст другим. Китайцам или кому-то. Я только одно говорил. Сколько лет они будут проклинать тех, которые жили здесь. Это сколько надо копать, убирать куда-то. А Бог теперь выжигает. Чистое место осталось. В чистое. Вот как Израилю входить в обитованную землю, Бог послал вперед шершней. Большие такие, как осы. И шершней жалили. И люди бежали от них. Земля пустая. Остальных они переколотили, заняли место, где находится Израиль. И в Усеи, там разные, Ферезеи перечисляются. Семь народностей-то. Здесь точно так же. Год назад, полтора года только там наводнение было, все потопило. Амур, когда разлился-то. А сейчас огнем выжигают, и пожары сплошь идут, там, за Байкалью все везде. Я так понимаю. Это Бог приготовляет почву для других. И то, что обвиняет Путина, вот он там запускает мигрантов этих, за Кавкази. А что делать? Земля пустая, там никого нету. Там сегодня уже по скрытым подсчетам показано, это около 20 с лишним миллионов китайцев. Почему она наша земля, я говорю? Почему, скажите, земля Господня? Никого нету. Жить-то некому. Бабы не рожают. За перестройку 120 миллионов абортов только сделали в России. Это государство огромное. 120 миллионов. А китайцев до миллиарда жить негде. Страна, которая намного сильнее. Я все говорю, вот это сейчас выступают, там, Ивашов, генерал-полковник, там, генерал армии Родионов, депутаты они сами. И говорят, против одной дивизии в России, 100 дивизий в Китае развернуты. С самым современным оружием. И как они, посмотри, как девушки идут, как они там маршируют, как они работают. А здесь еще одна пьянь. И Бог выметает, эта нация, она не нужна. Я так понимаю. Я русский человек. Мне не нравится внутренне-то. Зачем мне китайцы-то, были бы русские-то. Но их поубивали. Тут революция. Тут раскулачивание. Тут война. Сегодня было бы 650 миллионов русских. Если большевики не победили в 1917 году. 650. А сегодня сотню не наберешь. Некоторые подсчитывают, что даже 10 миллионов работающих нету. Половина от этого. А остальное все инвалиды до пенсионеров. И что? Не знаю, что. Я просто молюсь. Надо принять это. И все. Когда Израиль согрешал, Бог посылал на него казнь. Приходили другие народы. Его брали в плен. Вавилон они сидели там 70 лет. Потом возвращались. Ну, русским не обещано возвращение. Это навсегда. История решается навсегда. А у нас атомная бомба. Ну, на тебя тоже есть атомная бомба. Это не решение. Третья часть человечества. Это 2 миллиарда с половиной будет уничтожено. Написано, третья часть зеленой травы сгорела. Откровение. Это 2,5 миллиарда людей будет уничтожено. Миллиарда. Почему? Ну, 15 тысяч ракет сегодня. В течение одной минуты будут взлетать вокруг которой России. Тысяч. Сверхзвуковые. Даже говорить страшно об этом. До 20 тысяч километров в час. Поражающая цель. Ну, и что? Мы, Бояна, Господь говорит, услышите о войнах, о военных слухах. Не ужасайтесь. Всему надлежит быть. Надлежит быть. И мы знаем, что каждый год, каждый день умирает. Ни один, ни два, а, я не знаю, примерно, около 200 тысяч человек умирает. Пять дней миллиона нету. Но и нарождается еще больше. А можно, чтобы не было. Нельзя. Бог назначил лет человеческий 70 в среднем. Больше, меньше в одной стране. В общем-то, 70. Так говорит псалмопевец Давид. Нужно научиться смиренно все принимать. Целовать руку Божью, бьющую нас. И он это делает по любви к нам. Он есть любовь. Он потопил мир по любви. Вот это наводнение. Он сжег Содом и Гамору. Вот сейчас выжигает за Байкаля. По любви. Ему имя Бог. В течение одного дня площадь пожара уже 60 тысяч, 60 тысяч гектаров. Там ничего не сделают. Скорость ветра достигает иногда 20-30 метров в секунду. За 300 метров летят головешки. Все вокруг выгорает. И начинает трехэтажный дом, горит верхний этаж. Бьет в окна и все вспыхивает. На то, чтобы выйти, даже пять минут нету. Это кара Божья. Люди не знают, куда бежать. Жертвы много. И что надо смириться. Мы заслужили. И не сказать ничего худого. Бог дал, Бог взял. Не оценили. Гадили везде. Всех поносили, преследовали. И пришла кара Божья. Бог выщищает, выжигает эту скверну. А то начинают Путина ругать. Он дороги проложил, а там никого нету. Мы по этим дорогам ездили. Я посмотрел и понимаю, эти дороги для переселенцев, которые там будут. Которые лучше нас. И не надо там нос задирать, что мы патриоты. Это ни грамма не поможет. А когда с смирением принимаешь, сегодня ночь прошла. Благодари Бога. И хлеба проси. На сей день дай нам хлеб. На один день просим-то у Бога. Я попутно это все говорю, чтобы у вас ваше сознание это потом припомнит. И вы сказали, действительно, у вас-то тоже там неблагополучно все. С любой стороны тронь только и... Там и одни, и другие. Но у нас тут полигоны. Стреляют и стреляют каждый день. Да я знаю все про вас-то там был. Сколько там было эти, как на Украине, лесные братья в Литве. Так у них было основание. Мне говорят, а у них мы заводы строили. Я говорю, а когда у них там людей ссылали, как в Латвии, Литве, Эстонии, на Дальний Восток, сколько перегубили-то. Поэтому мы пожинаем плоды. Латвия, Литва, Эстония, они первые затребовали свободы. И это все от Бога. Я не хочу этого, но надо согласиться. Я не хочу, чтобы болеть. Но я должен согласиться со своими болящиками и благодарить Бога. А это болеет государство, болеет земля, болеет народ. Но Бог наш исцелитель. И когда мы к Нему обращаемся, доверяем Ему, Он как-то так все устрояет, что переносимо, чтобы хватило сил перенесить это все. Мы должны быть утешением для страждущих, славой для Бога, чтобы Господь в нас прославлялся. А ропотники не угодны ни людям, ни Богу. Гордым Бог противится. А мы покажем, ничего не покажем. С неба камни падать будут, огонь прольется. Так Писание говорит. Надо блаженные, говорит, нищие духом. Блаженные кроткие, они наследуют землю. Кроткие, а то мы покажем, чтобы нас боялись и уважали. Боялись и уважали. Нас не за что бояться и уважать. Надо просто согласиться с этим. Не судить ни правителей, никого, а работать. Ежедневно работать. Вставать рано, молиться, считать Слово Божие, спешить на помощь ближним. Творить милостыню пост. Мы православные, у нас все на месте. Наш корабль на ходу. Православная Святая Церковь. Ну, в общем-то, ясно. Вот у меня основной вопрос был, конечно, о крещении. Все. Может, кто-то захочет еще вдруг с этой стороны так контакты задеть. Мы будем говорить тогда. Я сейчас вам вышлю маршрутку. В случае чего, вы будете звонить, все телефоны вам сейчас скину под этим роликом. Я его уже к утру выставлю. Хорошо. Давайте, с Богом отключайтесь. Спасибо.